Здравствуйте! Сегодня наш канал начинает цикл видео по работе с программой FlashTool для прошивки, а также других действий с телефонами Sony Xperia. Для начала нам нужно скачать и установить данную программу. Все ссылки на скачку будут внизу под видео. Заходим, можно скачать с официального сайта FlashTool. Убираем download, скачать. И здесь есть версии, последние версии FlashTool, актуальные на данный день, для Windows, Linux, Mac. Она нужна для Windows, поэтому мы можем скачать либо с торрента файла, либо с других ссылок. Также можно скачать с сайта 4pda, ссылка будет под видео. Есть там отдельная тема FlashTool, вот указана последняя версия, 0.9.18.5. Также есть ссылки для скачки. Стабильная версия, скачать Windows 10. Либо с Google диска, Mail.ru, также торрент, магнит-ссылка. Скачаем с Google диска, нажимаем. Данная программа очень хорошо помогает в работе с телефонами Sony Xperia последних лет выпуска. Также в случае каких-то программных сбоев, так называемых, кирпич и других действий, которые будут указаны позже. Так, скачиваемся, пока у нас идет скачивание программы. Посмотрим, кстати, на сайте 4pda в этой теме очень много полезной информации. Также, если у вас будут возникать какие-либо вопросы, ошибки, можно всегда обратиться в данную тему, вам помогут. Итак, программа у нас скачалась. Так, установщик программы у нас скачался. Будем устанавливать. Запустить. И ждем, пока программа у нас установится. Это займет некоторое время. Но для нас это будет незаметно. Есть. Вот окно установщика. Здесь мы не нажимаем никаких дополнительных действий. Нажимаем только клавишу Next. Проверяем. В строке должно быть место установки диск C и флэш D. Сразу в корне этого диска. Без каких-либо папок, включающих в себя имена на русском языке. Нажимаем Next. Нажимаем Install. В принципе, здесь малышку если поставить, будет ярлык на столе у нас запуска программы. Нажимаем Install. Ждем, пока программа распакуется и установится. Так, программа у нас распаковалась и установилась. Такое должно быть у нас окно с надписями Complete. Нажимаем Next. Нажимаем Finish. Идем в мой компьютер. Диск C. Вот у нас папка Flash Tool. Заходим. Здесь у меня есть свои папки от ранее установленного Flash Tool. У нас интересует приложение вот это. Вот наше нужное приложение Flash Tool. Запускаем от имени администратора. И вот видим такое выпадающее окно с информацией. В последней версии Flash Tool по требованию, скорее всего, корпорации Microsoft, разработчики данной программы Flash Tool вынуждены были переместить папку Flash Tool Firmwarez с диска C в папку Users с именем пользователя Flash Tool Firmwarez. Данная папка создается в той папке пользователя, которая назначена администратором на вашем компьютере. Что нужно в этом случае делать? Мы берем с диска C Flash Tool Firmwarez, где установлена наша программа. Копируем все находящееся в данной папке и переносим в то место, в которое указывает ваша программа. Диск Users, имя пользователя, Flash Tool Firmwarez. Если у вас возникает ошибка вот с таким экраном и вы не можете закрыть данную программу, нажимаем Ctrl-Alt-Divet, нажимаем запустить диспетчер задачи, выделяем программу Sony Mobile Flasher Adroxida, нажимаем снять задачу, нажимаем завершить сейчас. Программа завершается, мы можем спокойно работать дальше. Что мы делаем? Мы идем в компьютер, диск, users, наш пользователь, который находится под учетной записью, и видим здесь папку Flash Tool, папку Firmwarez. Сюда перемещаем из нашей папки, находящейся в корне диска C, Flash Tool, Firmwarez, все находящиеся здесь файлы, выделяем, вырезать, вставить. Дальше, возвращаемся назад, и эту папку Firmwarez удаляем. Закрываем, закрываем, идем в HDD, Flash Tool, приложение, запуск от администратора, запускаем, ждем. Flash Tool следует наши файлы, соединится с сервером, и выдаст нас вот такое окошко, с которым мы можем теперь работать. Подробнее о дальнейшей работе с данной программой, а также, немаловажно, установке драйверов, смотрите в следующем нашем видео. До свидания, подписываемся на канал, удачи в работе с программой. Спасибо. Продолжение следует...